Похлопай. Ванёк, запись пошла. Фёдор, Евгений. Приятного просмотра. Приятного просмотра, дорогие зрители. Всем привет, вы на канале Женёк. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы смотрим с вами немножко разведенные. Со мной сегодня гость Евгений. Он будет экспертом по отношениям. Ну что, Евгений, вступительное слово ваше. Ничернается, как диво. Друзья, всем привет, вы на канале Женёк. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я не знаю, блядь, что делать. Давай, жарко, я же не в бане. Нормально теперь скажи по-человечески, а ты как дурачок. Друзья, всем привет, вы на канале Женёк. Самый позитивно-вибрационный канал. Я хочу пожелать вам приятного просмотра. Сказать лишь только то, что мы смотрим сегодня немножко разведены. Вместе с Фёдором. Многие просили Фёдора, 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 Фёдора. Канала никакого у него нет. Никаких призывов. Просто позвал друга посмотреть. Друг проходил рядом мимо квартиры. Сказал, не хочешь посмотреть немножко разведены? Ну, он ответил, да. Мы начинаем. Короче, ребят, да, давайте без лишних слов начинаем смотреть, смеяться. Прямо сейчас ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы кнопка стала вот такого цвета, потому что 55% меня смотрят без подписки. Вот. Ну, короче, всё. Желаю вам всем-всем-всем, друзья, приятного просмотра. Спасибо всем, что вы есть. Есть телеграм, подписывайтесь, есть инстаграм. Настроились. Приятного аппетита. И спокойно... Ой, этот, да. Блядь, я испортил. Смотрите прямо сейчас. Никто не нужен. Ярослав Чердков... Надо понимать, что я первый раз смотрю это шоу. Короче, смотри, есть какая-то пара, у которой есть проблемы в отношениях. Девушка отправляется к какому-то мужчине рандомному, мужчина какой-то девушке рандомный. А они спят? Ну, как поедет. Да, нормально. Ков Екатерина Карапетян. Из посёлка Апрелевка, Московской области. В браке три года. Ярослав, 31 год. Юрист по образованию, но работает фитнес-инструктором. Увлечён созданием собственного тела, бодибилдингом. Короче, просто нарцисс. Да, да, увлечён с собой. Увлечён просто с собой. Увлечён смотрением в зеркало. Просто стоил. Блядь, ты представляешь человека, который просто стоит такой... А ты понял, да, изначальный параметр, что она старше его? Да, у нас ей 44 года. На 13 лет. Ну, она хорошо выглядит. Ну, неплохо. Ну, ему, возможно, неинтересно, как она выглядит, потому что он на себя только смотрит. Ну, вообще, да, он, наверное, её не замечает. Да. Тирина, старший мужа на 13 лет. Она детский психолог, но работает со взрослыми. Пара чертковых карапетян в классе... Она детский психолог, но работает со взрослыми. Типа, дети к ней ходят. А, кстати, я не понял, как это... Я тоже не понял. Я воспитатель детского сада, но общаюсь со студентами только. Да, вообще, я воспитательница, но так веду геометрию. Да. А геометрия воспитатель не может вести? Да, ладно. Просто лучше. Покажем людям, что у нас есть вот такой медведь, который... А как он рычит? Ладно, всё, начинаем. Кто-то зашёл, пришёл, а не просто за кулонами. Кстати, да. В физическом кризисе трёхлетнего брака. Оба активно думают о разводе. То есть, а кто-то пришёл чисто, посмотрите, как мы на медведя нажимаем. Нет. Однако решили принять участие в эксперименте, чтобы попробовать сохранить семью. Ну, он прям такой, по крайней мере, выглядит, как карикатурный качок в обтягивающих джинсиках, чтобы показать всем свои тазобедренные накаченные. Вот эта вот кепочка назад. Вышло только что из барбершопчика. Да, да, да. Кепочная бэк. Ровненькая, да. Ой, млядь. И собачка в руке. Вы сделали, помните, задание я вам говорила по поводу фотографии, которые вы должны прислать мужа? Что ты хочешь? Курицу можешь поставить? Ты гонишь? Извините, пожалуйста. Лен, а давайте я вам перезвоню, ладно, через пять минут? Ты вообще нормальный человек? По стенировке есть хочу, капец. Не могла заранее с вами подготовиться? Я разговариваю с человеком. Рабочее утро Екатерины начинается прямо за завтраком, с мобильным телефоном. Это не устраивает Ярослава, и он требует внимания к себе. А ты просто положи. Либо обжарь, либо мультиварку на пару поставь. Нет, скажи мне, пожалуйста, а тебе что мешает? Встать? У меня какая-то болезнь уже есть, хочу, блин. Слушай, ты видишь? Кота надо стоит на обложку. Черно-белый просто. Что ты хотела сказать? Я про черно-белого кота, что типа драма навести черно-белый, так сгустить краски. И прикольно они. У них какая-то... Типа он что, прямо на него кухарка работает? Не понимаю. Да ладно, на самом деле, так практически все выпуски начинаются, я уже не удивляюсь. Типа ругаются, бывает. Слушай, я не в настроении, не выводи меня. Берешь курицу, вот так вот, отсюда, вот так, вот, вот так. Юрист по образованию, не знает он, как брать курицу. Посмотрите на него. Посмотрите, чистый юрист, блядь. Юрист Тимофей. Ой, кошмар какой. Хорошая сарказма, да сделала ты нормально курицу. Ты могла заранее подготовить, я на тренировке был. Можно же оплатить коммунальные платежи. Можно избавить меня от покупки продуктов. Ну почему? Ого, там. Что-то немного, так сказать, перетянула на свой верх. Да, все плачу я. Ты размера М, но хочешь быть XS. Да, 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 да. Да, у меня, я сегодня... Господи, боже мой, какой художник, я не могу. Написатишь, что ты женщина, ты просыпаешься с утра, типа только открываешь глаза, а там перед тобой. Чел просто стоит такой Блин, какой ужас Провела 4 онлайн встречи Ты можешь прекратить сейчас и сесть Я с тобой серьезно говорю Я считаю, что Ярослав может уделять больше времени Мышцам Тело недостаточно раскачано Видно, что трапеция не та Работе Заткнись уже, недолго очень Ну, нужно короче, ты достала уже Похоже, основная проблема семьи Чертковых-Карапетян Финансовая несостоятельность мужа Сколько времени ты работал сегодня? Что ты сделал? Все утро читал Мужчина должен, тебе не кажется? Должно быть равномерение Мужчина должен обеспечивать Я не прошу тебя, чтобы ты мне миллион давал в месяц Но если бы я видела в течение дня Квартира на самом деле красивая Достаточно, потолки высокие И ремонт, ну, типа, кухни Как будто они делали в 2000 году, но дорого Да, 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 да Она даже на самом деле не выглядит прям даже, наверное, не 2000 Ну, какая-то такая прикольная Ну, просто, возможно, я более засовременно Нет, возможно, да, кто-то любит ретро Нет, это прикольно Короче, я бы оценил это как дорогой ремонт, наверное На большим дорогому Я не знаю, сколько такая кухня может стоить Миллион? Да нет, поменьше немного Ну, короче, получается он как Альфонс такой, типа Да Ты что, сказал, фэри? А типа фэри для бомжей? Нет, что, типа, знаешь, когда... Ну, прикольнее, когда у тебя не фэри просто А когда у тебя этот фэрри в какую-то бутылочку Да, 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 так выглядит немножечко поинтереснее Ну, ты ничего не делаешь Еще одна деталь, способная разрушить эту семью Ревность Она там залезла ко мне в телефон, а для меня это табу Значит, открываю и вижу два последних сообщения Мы с тобой так и не побегали И его сообщения Зато мы побегали с тобой в кровати, хорошо Жаль, что только недолго Да это давно было, просто давно Ну, ничего Типа вчера Типа на прошлой неделе, бля Ужас, что было, а то прожло Какой ужас Че? Ужас Какой-то... Я не понимаю, зачем Я не понял, они замужем, женаты, да? Ну, блин, ну, плохо то, что он молодой Я как понимаю, он хочет тоже молодых Она платит за него всегда Интересный формат отношений Возможно, кому-то нравится Ну, погнали дальше Да, видно, что им нравится Желающих сисек много Ох, поверь мне Я тоже одна не останусь Мне 44 года С того, что я выгляжу на 30 Мне вполне, как бы, достаточно Самое главное, чтобы она считала, что она выглядит на 30 Это самое главное Не, ну, она неплохо Она хорошо выглядит, да Хорошо в свои 45 Да В свои 45 на 42 она точно выглядит Ладно, я бы дал 35, наверное Ну да Но не 30 Да, не 30 В 30, и девочки Не 30 Ты сейчас как аптечку О, нормально Сушиться А, ну это, конечно, еще одна проблема Слушай, если бы у меня... Я тебе просто советую Ничего, хочешь Это я, наоборот, для тебя стараюсь Я считаю, что я и так Для своих лет, простите В очень хорошей форме Начинаю думать о будущем То, что он будет там ребенка рождать И да, то, что... Рождать ребенка Именно рождать И Слав Черков что-то не прогуливал Некоторые уроки по русскому языку Не нравится, как ты акценты расставляешь Прогуливал уроки по русскому языку Все верно Все бедные зрители точно так же разговаривают Не бесконечно пишут, потому что начали коверкать слова Я так не разговаривал до роликов Жени и Ильдара Я разговаривал как обычный человек, а теперь... Ярослав Черков немного прогуливал уроки по русскому языку Все верно В таком возрасте ребенку будет 10 лет Ей будет под 60, да? Обычно муж и жена в семейных проблемах винят друг друга Они думают, что с другими идеальными одиночками им будет лучше Поймут ли супруги, что проблему надо искать в себе? Я хочу, чтобы ко мне приехала нормальная, адекватная, молодая и красивая девушка Прическа поменялась? Угу Девушка, которая не будет меня перечитать мало типа работы У них еще подъем на второй этаж есть, что ты видел? О, нормально То есть получается это дом Или они выкупили два этажа в жилом комплексе Что еще дороже, чем... Да, да Прикольно То есть они просто как бы прекрасно понимают, что все плохо Но при этом готовы идти зачем-то на эксперимент Хотя у всех абсолютно мотивации разные Женское счастье, может быть, у нее какое-то есть Ну, конечно, да Она понимает, что он малолетний дебил, блядь, который просто стоит перед зеркалом Ну, может быть, в других сферах жизни у них неплохо что-то Ну, может быть, в каких-то и да, ты про готовку, да, возможно, про что-то еще Готовка, гуляние совместно Гуляние с собакой Да Это тоже немаловажно Короче, не знаю, мне ее жалко Мне кажется, знаешь, она... Ну, короче, да, мне просто ее жалко Мне нужен мужчина, который четко будет понимать, любит он меня или нет По правилам эксперимента, один из супругов может принять одиночку на своей территории Или оба супруга разъезжаются Какое решение примут Екатерина и Ярослав? Ты собираю вещи Че ты так долго? Вот видишь, не хочешь уходить, даже вещи не хочешь собирать Супруги сдают мобильные телефоны в обмен на планшеты, по которым смогут... Я всегда ржу на тем, что, короче, эта передача предоставляет участникам планшеты Знаешь, такие неудобные старые планшеты, по которым они должны созваниваться А этот, какого года этот выпуск? Ну, слушай, она вышла, эта серия, год назад, значит... Просто смотри, они вроде живут неплохо, но... Ну, это значит, короче... Не париться, может им не париться Не, может не париться, вообще три года назад, я думаю, эта серия вышла А, ну, либо их не парит просто мобильный телефон Ты про то, что они старые, типа, уже были десятки в это время, да? Ну, да, ну, да Ну, ладно Общаться во время эксперимента под прицелом видеокамер Каждая семья сама определяет границы дозволенного в рамках эксперимента Она очень экстравагантно выглядит, конечно, ну, такая вызывающая Да, еще вот эта татуировочка у нее такая Да, и там, ну, декольте открытое, платье интересное Короче, так скажем, немного сексапильная начнушка, я понял тебя Я тебя понял Смотри на него, просто кусок грудки, блядь Куриный? Да, куриный грудки, блядь Просто лежит куриная грудка, блядь, в майке в розовой Мне можно все? Если что, ребят, у меня, ну, нормальное отношение к людям, которые строят свое тело Это огромный труд, как я считаю, то есть это нелегко вообще, ни капли Но когда чересчур вот эти обтягивающие вещи и мысль только о том, чтобы выглядеть красиво Дабы стоять по утрам вот так Но это, блядь, просто ужас какой-то, это ужасно Это когда, на самом деле, когда ты зациклен на любом чем-то одном, это плохо Если ты зациклен только, не знаю, только на сноуборде каком-нибудь, это тоже плохо Типа у тебя ничего больше жизни нет, только сноуборд Вот у него, насколько я понял из передачи, нет ничего, кроме качалки Ну понимаешь то, что, типа, быть зацикленным на чем-то одном, допустим, как там Стив Джобс был зациклен только на Apple Ну ты тоже, да, согласен, да Но он, типа, делает крутые продукты, люди рады Здесь чел просто занимается самолюбованием, девушке 44, у нее жизнь идет, 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 а он любуется собой Это очень плохо Так, мне... Тебе? Кожню за руку пройти в кинотеатре Все по рукам? Где? Если он ляжет в постель с голой девушкой, для меня это будет предательством Если они лягут в пижамах друг с другом под разными одеялами, то для меня это предательством не будет Я уверен, что он реально изменяет, прям ей 100% Блин, прикольно у них там жилой комплекс какой-то, точнее, коттеджный поселок Там хаос, там хаос, похоже Да, 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 что ты хотел сказать? А если, типа, в презервативе это не измена, да? Да, это просто считай, как сходил в спортзал, было кардио Ярослав покидает давно обжитый коттедж Екатерины По правилам эксперимента, незнакомцы, с которыми предстоит жить, сюрприз для мужа и жены Но свои пожелания супруги высказали заранее, им подобрали соответствующую пару Здесь пожелания, типа, когда у девушки спрашивают такое пожелание Высокий, статный мужчина с очень большой заработной платой Ну, короче, знаешь, такие стабильные, стандартные, такие шаблонные какие-то представления Относительно чего высокий, относительно чего заработная плача Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Серьезным отношениям еще не готова. Хочет пообщаться с женатым мужчиной в кризисе, чтобы выяснить, как удерживать внимание на себе. И, быть может, его соблазнить. У всех все одно и то же. Цветы, там, куда-то сводить кино домино. Я люблю прыгать с парашюта на первом свидании. Не понял, у нее хобби жить с женатым мужчиной? Нет, у нее не хобби. Она хочет проверить, типа, кто такие мужчины вот в этом в браке, в убитом браке, чтобы понять, что так, а что не так. И при этом увезти хочет. Ну, при этом, возможно, может соблазнить. То есть никто не знает, как здесь пойдет передача. Ну, допустим, ладно. Большинство мужчин одинаково. И это, честно говоря, отталкивает. Хочется вот что-то такого необычного, чтобы вот прям выделился он каким-то подвигом. Бублик, можно сказать, сынок мой маленький. Ой, ты с собакой, что ли? У меня просто... Она очень сильно различается вот когда в белом, и вот дома это как-то... Потому что, типа, как в жизни, и как... Нет, нет, даже когда на камеру в белом, а вот такая кофточка, она нормально выглядит. А здесь? Немного ненормально. Ну, ладно, короче, мы сейчас про то, что, типа, как люди сильно, опять же, различаются на фотох и в жизни. Это ужас просто. Да, да, да. Еще мне нравится, что он зачем-то взял с собой собаку. Ну, да, зачем? Непонятно. 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 Просто кот. Тоже неплохо. А чё такая уставшая? Ножки спала? Капец, какая-то стрёмная баба, думаю, какая-то колхозница непонятная. Тебе что-то смущает? Да, смущает немного. А сколько, кстати, тебе лет? Сколько дашь? Ну, не знаю, ну, за 40 точно. Почти угадал. 52. Ну, а чё делать? Вариантов у нас других нету. А это мама, может быть? Фига он хам. Но он хам точно? Подожди, может, это мама и кот Стёб? Я думаю, это Стёб. Почему 50-летний ему бы дали? Это как-то странно. Подожди, подожди, нам же говорили, 28-летняя. Да, 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 скорее всего, это мама. Ой-ой-ой. Что за бувлюка переживаю? Так, рыжий. Это не мама, Женя. Это она просто не выспалась. Да? Да. Это то, это то, это она пошутила про 52. А, это шутка? Это шутка, да. Ей 28, и это она. Да, та девушка, которая в белой кофте была. А, я думал, это Стёб какой-то. Чё-то, ну, она прям, ну, ладно. Тебя нормально. Я же знаю, что ты воспитанный кот. Ага. Хороший, не гоняй кошку. Я смотрю, у тебя тут пилон такой. Полуразваленный, правда, немножко. Ты уже его разработала. Мне уже стало интересно. Я думаю, я увижу этот номер какой-нибудь один хотя бы. Может, он меня как-то разожжет, как-то больше откроется. Проявит себя. Просто она сейчас очень закрытая. Я сейчас отойду на пару минуточек, там, таблеточки принять, тонометр. Ну, это возраст. Понимаешь, да. Ну, всё-таки даёт о себе знать. 50 плюс, она такая. Старушка. Сейчас ты увидишь, какая я старушка. То есть, это реально она... Я думал, это Стёб какой-то. Я думаю, это сделали для контраста, потому что её там, может, специально какой-нибудь макияж опухший сделали. И она сейчас перевоплотится, и он такой... Воу-вау. Именно так... Воу-вау. О, my gosh. О, my gosh. Oh, my gosh. Beautiful. This kind of friend of mine. Five-star hotel in Turkey, yeah? Ты чего, бойся ты? Понюхайся и всё. Смешно будет тогда, когда кошка решит выколоть глаз собаке случайно одним движением. Вот это будет реально ржачно. Ничего себе. Похоже на какой-то массажный салон. Какое-то что-то на Исполкомской. Да. Он такой, типа, ничего себе. Да, он такой, ничего себе, вот это перевоплощение. Слушай, ну на самом деле, короче, что? Давай по-честному. Как нам кажется, точнее, давайте не нам, что это я за нас, хорошо, я обобщаю. Мне кажется, что такая девушка из караоке 2007 год. Возможно, это сценический образ. И для сценического образа это неплохо, наверное, вызывать. Сценический образ, то, что она сейчас будет на пилоне. Ну, типа, вот на пилоне она такая, дома она такая. Это, наверное, типа, знаешь, как уж. Прикинь, типа, для каждого вида деятельности у неё есть свой, типа, этот, образ. Вообще для любого. Как в народе говорят, женщина должна быть, там, типа, что там, кухаркой, каким-то ещё словом, другом и всё. А мужчина должен качаться. Только кухаркой. Женщина больше ничего не должна. Начинаем, всё включаем. Это уже поинтересней. Бублику тоже нравится. Кому нравится Бублику? Бублику, да. А, так Бублику тоже нравится. Бублик тоже в кайфах. Блядь ужас. Как кошмар, блядь. Ну, не могу вот так вот это. Кринжа, да. Сел и смотрит, знаешь, вот это вот, блядь, такой весь надутый, как будто он этот, блядь, какой-то, блядь, булка, хуй, с каким-то кремом, блядь, я не знаю. Возможно, он тоже выдерживает образ, но в том образе, который он есть, у него там пустые глаза. Он такой... Знаешь, как будто у него горизонт планирования одна секунда, он такой, типа, он вообще ни о чем не думает, кроме того, что видит. То есть, как бы, у него вообще мысли больше нет. Типа, что думаешь, что там, блядь, просто, знаешь, пустота. Что думаешь, ну вот, крутится. Все. Какие мысли у тебя там, когда ты ложишься спать? Сплю. И все, блядь. Горизонт планирования одна секунда, это страшно. Да нормально, ничего не выпало. В образе старухи меня встретила, еще и на пилоне танцуют. Господи, куда я попал вообще? Не, вот тут хорошо выглядит. Нормально, хорошо выглядит. Тем лучше устраивать такие подобные сценки, специально вывести на эмоции. Когда этого нет, это все не для меня отношения. Месяц-два, и мне уже неинтересно становится. Нормально. Все, что ли? Я думал, только это начало. Не все сразу. Скажи, что супер, прям удивило, такого нет. В себе я уверен, приставать как бы я не планировал. Ну, так думаю, кто его знает. Пойдем, я покажу тебе, где можно будет расположиться. Здесь она, конечно, такая комната. В смысле расположиться? Думаю, мы будем спать вместе. У меня даже нет никаких сомнений. Посмотри на мои бицепсы. Байсепс. Трайсепс. У него реально, знаешь, в глазах стекло. Можно, блядь, краситься и смотреть в его глаза просто. Ну, я тогда и не понял, как она... Я думал, это еще не все. Я ничего не надеюсь, я себя уговорю. Ужас, блядь, ужас. Комнатка, ну... Так, надеюсь, я не буду здесь спать, а то я здесь маловероятно помещусь. Бублику вот самое то. Бублик здесь, получается, я там. Ну, уж нет. Как это? А я где буду спать? Что-то я хотел перекусить, а у Кати там в холодильнике мышь повесилась. Ну, я бы не против, как у Интерстанты. Она задает вопрос, где спать. Хотел перекусить, а там в холодильнике мышь повесилась. Ладно, да. Ну, что, человек занимается спортом. Главное, ему это надо. Давай так, у нас этого нет, у него есть, поэтому мы можем... Ага, да. Завидуем. Может, мы не понимаем, во-первых, можем завидовать, во-вторых, ну, непонятно, как это вот. Когда накачаемся, побом в его шкуре, тогда сделаем... А пока что мы просто два клоуна. Все верно, просто сидим перед камерой и надуваем вот этого прекрасного медведя. Надо рычать только. Блядь, просто Феодор, технический специалист. Айти, кто? Айти специалист. Техническая, это когда... Это когда... Алло, здравствуйте, у вас что-то сломалось. А как та должность называется реально? Киэлит. Киэлит? Ну, можно сказать, что инженер по обеспечению качества. Именно по обеспечению. Это меня уже радует. Так это ты меня научил. Я с обнижения говорил по обеспечению. Федя очень умный. Чуть-чуть. Ну, так. Относительно героев этого шоу, возможно, да. Поужинаем. Ну, думаю, можно сходить перекусить, да. Ну, тогда я пойду переодеваться. Все, время пошло, давай. Трусы можешь не надевать. Нет. Ой, привет. Трусы можешь не надевать. Разрывная, братик. Мне шоу дышало все, лето уже. Привет, Катюш. Неожиданно. Андрей. Катрин. Очень приятно. Приятненько. Андрей брутальный, интересный мужчина. Дальше мы посмотрим, как он раскроется, как он будет меня завою... можно я покажу Андрея? Андрей. Андрей. О, привет. Приятненько. Нет, ты вот Андрей больше, потому что у тебя вот этого, знаешь, наверх вот это, напыщенный нос такой, да. Да, да. Привет. Че, одна здесь. Какой ужас, нахуй. Фу. Ой, бедные девушки, господи, как я... Хорошо, что я не девушка, я этого всего не вижу. Это просто ужас. Хорошо, что я не девушка, и мне не сорок, и мне. И овать. Андрей Мороз, 46 лет, мастер спорта по бодибилдингу и боксу. Работает ВИП-телохранителем. Три года в разводе. Бывшая жена была патологически ревнива. В отношениях с женщинами называет себя варваром. Хочет поближе пообщаться с замужней женщиной. Ну, давай. Я Андрей, зови меня варвар. Да, я Андрей, ну, в народе просто варвар. Я Андрей Мороз варвар. Женщина, которая прошла через кризис. По мнению Андрея, пора ей забыть про ад отношений и показать, как бывает в раю. У меня, в общем-то, был уже развод, и я хочу понять, насколько я готов к новым отношениям. Мне бы, конечно, хотелось встретиться с женщиной, которая прошла огонь и медные трубы, как говорится, чтобы, ну, у нас было полное... А, прошла огонь, мне знаешь, что слышишь? Прошлогодняя. Прошлогодняя. И медные трубы. И медные трубы. Я думаю, что за поток бреда, бля, какой-то несет чел. Внимание того, что мы имеем. Очень он запал на мою задницу, эти слюни вот просто вот так текли. Ну и как же на такую красоту, извините, не смотреть? Мне очень тяжело на это смотреть, как она просто, знаешь, берет и прям утягивает. То есть вот у нее реально размер L, и как там, сказал она, наделая XS? Ну, когда ты M, но ты хочешь быть XS, это вот вон B. Но единственное, но еще, короче, если ты уверен в себе и ты любишь себя, ну, я считаю, что если ты любишь и уверен в себя, то ты не транслируешь, ты не говоришь, я очень красивый. Ты же так знаешь, что у тебя сочится это. Да, да, да. А кто не западет на меня? Еще мне понравилось, типа он запал на мою попку, при этом она надела самые обтягивающие трусы, которые только были. Это именно она была в джинсах, но это как трусы, да. Да, 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 короче. Если бы я была мужиком, я бы сама себя хотела. Интересная девчонка, симпатичная, фигуристая. В общем-то, то, что мне нравится. А как дальше? Жизнь покажет? Проходи. У меня сделан только первый этаж и наверху спальня. Я тебе покажу. Присядь. Я посмотрю. Королева. Ну, я же Екатерина, меня же не просто так назвали. А то. Здесь, собственно, кухня. Ну-ка, присядь. Королева. Ну, вот я не знаю, возможно, так взрослые люди разговаривают. А нет, ну, может быть, он нормальный чел. Ну, просто так это флирт у него так проявляется. Такой флирт, да. Но это немножечко, как будто бы колхозный. Вот так вот. Ну, для зумеров это точно колхозный. Для зумеров это просто ужас. Да. Как раз родились в 2003. Или в каком-то он считается. Ну, типа там с 2000-м, по-моему. Готовлю я очень вкусно, потому что я 20 лет посвятила ресторанному бизнесу. Теперь мы пройдем в спальню. Я только за. Прям так быстро. Я только за. Мне нужно так типа. Я только за. Теперь мы пройдем в спальню. Я только за. Да. Бля. Скажи отрижение. Пройдем в спальню. Я только за. Не, не растерялся. Смотри, какое. Такая маленькая, уютненькая. Ну, самое главное, что уютненькая. Бля. Какое самое главное, что уютненькая. О, такая уютненькая. Да. Это что за кубки? А это Ярослава. Он же у меня выступающий бодибилдер. Чемпион. Я тоже мастер спорта по бодибилдингу. Серьезно? И мастер спорта по боксу, да. Это видно по тебе. Ну, я уверен, я намного круче. Потому что я своей фигурой занимался 30 лет. Я хотел сделать. Это что за ужас, динозавр какой-то. Ванек, покажи. Давай еще раз. Ребят, мы сейчас ради этого даже назад потнем. Посмотрите, честно, его выражение лица. Потому что я своей фигурой занимался 30 лет. Потому что я своей фигурой занимался 30 лет. ехать. Это реально, блядь, нахуй в 112 звонить надо. Блядь, ужас. Ой, ребята, блядь. Как это? Я надеюсь, вы поняли вообще. Не-не, единственное, нельзя смеяться, что реально, если это инсульт, то нельзя смеяться. Да нет, конечно, да, инсульт во время передачи. А они такие, ладно, выложим, нормально выглядит, парень. Работаем. Ой, блядь, ужас. Ой, фон, он успокоится. Сделать тебе маленький сувенир. Там мне резиновый член. Ух ты. Там ничего не взорвется? Нет. Прямо сейчас. Раскручивай. Да, ну хорошо. Вау. Одиночка Андрея удивляет жену Екатерину нетрадиционным подарком. Шариками для интимного массажа. Я в общем... Блядь. Ну, короче, ладно, если человек нормальный, но какой-то один недостаток, ты такой, блин, что-то странное. Он так, типа, ладно, он вроде хороший, но странный. Тут уже одно, второе, третье странно. Ну, подарил ей вагинальные шарики, это называется. Почему они тогда раздельные вагинальные шарики, они совместно идут, вот, типа, вот так? Не, бывает, их надо удерживать, тренируешь мышцы. Почему они два, два их штук? Они разного размера, типа? Не, я не знаю, но мне кажется, может быть, два надо удерживать. Откуда-то у меня есть мнение, что как будто бы два должно быть. Я не могу ошибаться. Не, ну я просто видел целиковую, где два. Да, я тоже видел. То есть, вот такая штучка, и здесь раз, два, и, ну, они разного размера, нужно как-то их баланс разный держать там. Да, да. Ну, он сирочный диск, да. В общем-то, дарил уже такие подарки. Я знаю, как это работает. Девушки сразу удивляются, конечно. Но в этом благодарят. В общем-то, неплохо все получается. Андрей, не смотри... В конце он должен был сделать так, где. А, или как там? Не, вот так. Я на том, что я являюсь секс-психологом, я девушка старых правил. Для того, чтобы меня завоевать, нужно очень хорошо постараться. Я буду стараться. Красивая, яркая. Огонь. Бля, как вспомнил его лицо. Да, я... Жена Екатерина, практикующий психолог, ведет консультации по скайпу. Короче, мой козел, ну, как обычно. Так. Три минуты и все их стенки. Естественно, никакого оргазма. Давайте в первую очередь. Мы забываем слово козел. Мужчины – это охотник. И мужчины любят интриги. Все, одевайтесь красиво и уходите. Все, давайте, не расстраивайтесь, вы прекрасны. Хорошего дня. Какая чушь. Вот это вот, я понимаю, реальный психолог, который может помочь конструктивно, да, так сказать. Вы поругались, оденься красиво и с**ись из дома. Начнем, что с того, изначально, что запрос человека странный, типа, ну, что там мой козел опять на две минуты. Да, 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 да. И ответ тоже... Да, короче, это взрыв. Можно даже не вдумываться. Странный клиент. Типа, возможно, какой вопрос такой ответ. Да, 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 да. Возможно, да, да, да. До свидания. Ты даришь счастье людям? Я... Классное определение, кстати, я дарю счастье людям. Как правило, сапожник без сапог. Есть такое немного... Я много работаю. Я не хочу столько много работать. Я хочу вместо 10 клиентов в день иметь 2-3 клиентов в день. Катя говорит, много работы у нее там постоянно в телефоне, но она в соцсетях зависает постоянно. Какие-то там маникюры, педикюры свои обсуждают с подругами. Какой он там х**, какой он хороший, вот эти сплетницы. Может, закажешь что-нибудь? Ты слышишь, Маугли, блядь? Ты-то стоишь перед зеркалом, красуешься бесконечно. И ты прикинь, вот такие вот чуваки оседают на шее у какой-то женщины, а потом еще такие, типа, бляда, она очень много сидит в социальных сетях. Я думаю, на самом деле, что это срез определенного слоя общества, и такие есть пары, их немало. Что когда женщина работает, а мужчина такой просто, типа, ядыхая. Ну и когда еще женщина в возрасте любит помоложе, а те, кто помоложе, любят постарше. Ну да, короче, это да. Ну это же нормально, типа, если им нравится, что с ним поделать? Если нравится, но, типа, никогда ты страдаешь. Не, это да, это да. Не вопрос, давай. Конечно, Андрей меня отвлекает от вот этих мыслей, что там происходит сейчас у Ярослава. Ну, попробуй отвлечься на Андрея. Так что, за рулем ты? Ну, хочешь ты. Я с ребенком, поэтому давай ты вперед. Да, ну хорошо. Сели в машину, Катину, дорогую. Сама поднакопила, говорит, была цель. Значит, молодец, девочка сильная. Сюда идем. Бублик писать. Машина есть, значит, мне подходит. Да, 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 он такой, о, Порш, прикольно. Не важно, что Порш восьмого года, главное, что Порш. У него, смотри, еще этот, как его, блестит надпись на кепке, как это, со стразами кепкой. Почему он всегда в ней, он там что-то, что-то не понимает. Там деньги. Там накопление у чувака. Все в снэмбэке, блядь. Так, ну рассказывай, зачем ты пришла на этот эксперимент? И вообще с какой целью, как попало? А, вот это уже секрет. Вот все тебе сразу расскажи. Я намек понял. Ну я, собственно, пришел, почему. Мои, как бы, ну, то есть мой брак, он уже, так сказать, на стадии окончания. Поэтому этот эксперимент, наверное, вот в последний момент проверить, стоит ли нам что-то дальше пробовать, двигать, либо это действительно уже конец. Ну я надеюсь, я помогу тебе. Так сильно время изменилось, что сейчас, когда я вижу то, что у футболки рукава заканчиваются вот здесь. Да, да. Все, у меня просто, я уже не могу даже человека воспринимать как нормального. Это даже у меня уже даже перебор. То есть вот я бы с ним не смог общаться просто. Нет, но если, смотри, представь, если эта футболка на два размера больше, но при этом рукав такой же. Это уже, когда он немного болтается. Когда именно обтягивают, вот, типа, типа, если там мужик L, а он носит там S, то это просто ужас. Я не могу с тебя определиться. Вношения не могут быть всегда на взлете. У нас стали такие, потому что ты постоянно сомневаешься во мне. У меня эго, либидо падает, мое женское, понимаешь? Я не вижу, что ты меня хочешь. И, естественно, я уже не реагирую. То есть нет огня, нет подкормки никакой от тебя. Че, как тебе салатик? Ну, в принципе, все, как я люблю. Острый салатик, перчик. Ты знаешь, я вообще очень люблю остроту в жизни. Ну их не хи***й тебе. Ты что думаешь, я не знала, что ты меня изменял? В смысле изменял? Я тебя не изменял. Я знаю всех твоих похождения. У меня все известно. Ты простишь меня? Я? Да, я больше так не буду. Все. Я тебя прощаю. Я знаю, ты меня тоже изменяла. Все, можешь сесть спокойно. Какая-то игра актеров русского сериала. Почему они так? Нет, нет, это же игра, они друг с другом играют. Да, да, они играют. Да, я знаю, я, ну, типа, ну, она просто изначально же сказала то, что я люблю, как там, типа, чтобы была какая-то х***я. Да. Какой на поесть. После еды муж Ярослав предложил одиночке Кате свое стандартное времяпрепровождение. Пойти в спортзал. Катюха, кстати, познакомьтесь, тоже спортом занимается. Да, еще есть. Там само как спортсмен, как я делаю. Мне нравится, что он следит за собой. Что, давай, Катюха, сделаем сейчас. Но главное, что в этой же кепке, в этом же снэпбэке, блядь, какой ужас. То есть, представьте, она типа мокрая, в то же время он может помыться, снова надеть этот снэпбэк и всегда уходить в нем. Там реально, блядь, кусок мозга в этой кепке, х*** знает. И в то же время он вряд ли ее стирает. Конечно нет, там же странно. Да, да, да. По-любому себе на себя. Бывай на шпагат, если ты все рассказываешь, что шпагаты всякие крутые делаешь. Я не разогревалась просто. Хоть поржем с пацанами. На жопу, наверное, подкачать. Да, ничего себе. Я обычно вообще не заглядываюсь на других кепкабах. То есть, у меня только точки там профессиональные. То есть, там, смотрю какие-то на жопу, я смотрю, что нужно, ну, потому что это профессиональный взгляд, там, да, тренерский. Ну, видишь, блин, я жена тоже, вы же знаете, вы мою-то. Ну, да. И сейчас вот такая тема, это эксперимент, и я вот все думаю, блин. Ну, смотри, если выбирать уже твою жену, твоей жене сколько? Друзья тоже как-то, понимаешь, профессионально. Он, знаешь, когда он еще общается, он так перебирает на камеру. Ну, слушай, смотри, если как бы есть, да, запрос, ну, как бы нужно решить его. Да, ну, слушай, если выбирать между твоей женой, это вроде на шпагате сидит, поэтому ее можно брать. Там горизонт мысли тоже такой. Ну, 40, можно посмотреть, я бы задумался над этим. Я никогда реально на возраст не смотрю. Внешние данные, внутренний мир, как бы, да, чтобы было о чем поговорить, чтобы было много каких-то общих интересов. Сначала оттопыриваешь таз, оттопыриваешь таз. Раз, и теперь только после этого ты только опускаешься, не сразу. Точки, смотри, точка, смотри. Точка, раз, точка, два, точка, три. Ага. Бенозность как, нормально? Блин, нифига у тебя вообще, у тебя так мышцы круто видно. Он симпатичный молодой человек, у него красивые глаза, у него очень хорошая фигура. Я не понимаю, давайте такой вопрос можно задать людям. Большому ли проценту девушек нравится вот такого типа парня? Нет, это норм, я всегда задаю. Да, прям когда вот все понимают, что спортивный человек это лучше, чем не спортивный. Конечно, конечно. Но вот когда вот так вот, когда видно, что человек вкладывает все время. Скорее вопрос надо ставить так, что типа... Давай ты поставь, поставь, да. Да, типа даже он мог бы быть нормальным, если бы он не говорил об этом на 100% из всех разговоров. Понимаешь, что они стоят? Как тебе там, венозность нормальная? Блять, ну это бы разотство какое-то прям ужас. Я бы на месте девушки даже общаться бы не стал просто как с дальним знакомым, с самым дальним. Вот я с тобой общаюсь же, ну типа хорошо. Да, я всегда так делаю. Но если бы, короче, у тебя была бы точно такая же фигура, точно такая же, но ты бы разговаривал и общался бы точно так же, как сейчас, норм. А, все понял. Да, но если бы ты ко мне приходил такой, что грудка есть, не знаю, как ты вообще питаешься. Дорогие подписчицы. Какой ужас, фу. Напишите обязательно, как относитесь к таким красивым парням с венозностью. Кстати, весь зал-то видела? Нет. Пойдемте, покажу весь зал, проведу. В зал хочешь? За руку то, что взял? Да, блять, я уже науке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, весь зал. Точно зал? Ну да, как раз. Мы уже закончили тренировку. Он мне показал много интересных там мест. Показал мне там раздевалку. Да, показал мне там раздевалку. Я хочу пойти... Хуй с тобой. Что это значит? Ну ладно. Ну, показал раздевалку. Но. Да, он показал раздевалку. Я с тобой в спортзал. Ну, может быть, мне нужна какая-то мотивация, объятия, поцелуи, чтобы как-то ты меня привлек. Сказал мне о том, что я... Выпрямите спину все. Опа. А, фокусы на медведе. Да, так и должно быть. Давай, прыщик. Ты медведь. Давай медведи вот здесь. О, давайте вот так снимать, да? Не. Выпрямил? Вот так, да, снимать. Выпрямил спину. Ладно, давай не дурачиться, по-моему. Давай. Слушай, у тебя венозность неплохая сейчас. Нужна позаниматься спортом. Может быть, даже где-нибудь, ну, я не знаю, даже в туалете заняться сексом. Прикольный такой зал. Понравился тебе? Да, зал очень крутой. Я старался хорошо показать. Все, партнер, рад был видеть. Ну, давай. Давай. Спасибо, да, я тоже рад. Спасибо, ребят, пока. Такие молодец. Да. Я не могу, блядь, какой... Друзья у него примерно похожи из его круга. Какой крик. Так ты понял, они переспали в туалете. А, переспали? Ну, конечно. А, я не понял. Не, не, переспали. А, как ты понял, что она, потому что, типа, поправляла легко? Ну, он поправляет, кепки у него нет. Он такой, ладно, чуваки, давайте. Че, все уже нормально потренили. И она еще несколько раз, как бы, акцентировала внимание на том, что, типа, да, показал мне туалет. Ну, что, погнали? Давай. Расскажи про мужа своего. Что у вас с ней так? Ярославу 31 год исполнится, мне 44. При знакомстве он знал, сколько мне лет. Я считаю, когда мужчина моложе женщины на 10 лет, это неправильно. Это против природы. Я называю их альфонсиком. Спустя 3 года нашего брака, человек начал слушать своих друзей. Он уже начинает придираться. Я думаю, все-таки это молодость, неопытность. А раньше у тебя был еще опыт, ну, с молодыми парнями. У меня был брак. Ей, на самом деле, наверное, он идеал прям для нее. Да, да, да. Прям идеал вообще. Очень прикольно было бы. С моим практически ровесником. Он был на пару лет моложе меня. Я считаю, что я Дункан Маклауд. Просто в юбке. Вот человек, который живет там 600 лет и до сих пор молодой. Это я. Только в юбке. Сколько тебе лет? 46. Прекрасно выглядишь, кстати. Я тоже был брак. Кстати, он реально хорошо. Он очень хорошо выглядит. Я заметил то, что она очень часто говорит, как она выглядит хорошо. Значит, она не считает, что она выглядит хорошо. Да, да, да. Да, вот то, что ты говорила. Он выглядит реально круто. Да. 46 вообще. А потом мы развелись, потому что настал край. Детей я ходил. Откровенный разговор при свечах на полу коснулся главной темы жены Екатерины. Денег. К примеру, вот у нас там все закрутилось. Ты готов меня полностью обеспечивать? Ну, полмиллиона – это минимум. Ну, я практически так и зарабатываю. Готов ли ты эти деньги отдавать? Я, знаешь, и так воспитан был, что вот отец приходил с работы, зарплату уложил, женею, в общем-то. И я так поступал тогда. Слушай, ну ты просто идеальный мужчина. На словах. Ну, я где-то столько и зарабатываю. Не, может быть, может быть и делает столько, да. Ну, как тебе запрос такой? Полмиллиона в месяц минимум. Ну, возможно, он говорит это сейчас. Нет, я от нее говорю, потому что это не много ли, блядь, полмиллиона ей нужно в месяц? Подожди, но вот, кстати, мне всегда интересен был такой момент. Это такое, возможно, немного занудское, но давай поговорим. Очень короткий вопрос. Мужчина зарабатывает 300 тысяч, женщина зарабатывает 100 тысяч. И вроде это семья, типа, традиционная, где мужчина обеспечивает. А что женщина делает со своими деньгами? Откладывает? Вот в ее случае, ее мужчина полмиллиона ей дает все деньги, а что она со своими деньгами делает? Она же много работает. Блядь, ну вот я не знаю, да. Вот, то есть, типа, есть ситуация, что мужчина все тратит, а женщина откладывает, это очень странно выглядит. Ну да, 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 да. Вот так вот. Как это все услышится, как мед, бальзам на душу такой, да? Но я же не знаю, на самом деле, правда это или нет, принесет ли мне он эти 500 тысяч. Жена тоже должна зарабатывать так же, как и муж, даже если больше она будет зарабатывать, ничего в этом страшного нет, это будет мотивировать мужчину. Я смотрю, ты вообще, братишка, утонул в мотивации, просто ходишь в кепке, блядь, по дому, и все. Слав, слушай, а ты не видел мою футболку? Нет. У тебя что тут, я не знаю, тут все вещами завалено, я не могу найти ничего. Никто, даже съемочная группа, не знает, зачем в чемодане мужа Ярослава белый парик. Мне так неловко просто было задавать ему этот вопрос. А это что? Да это я по ночам наезжаюсь. Я решила просто напрямую к нему выйти и спросить. Ты б***ь. Да нет. Правду скажи лучше мне. Я взял парик, на самом деле, с собой просто, чтобы поугарать, что-то там, может быть, поснимать, какие-то рулевые игры, разнообразие, так сказать, в совместное времяпровождение. Игры устроим, рулевые. Ты же любишь? Считай от Маслуса. Хочешь померь? О, боже. Смотри, как это примерно сегодня было. Ты меня хочешь показать? Да, я тебе качество миксирую. О, боже. Смотри, как надо. Мастер-класс показываю. Ты как шла? Ты ко мне шла вот так, смотри? Так. Вот так. Ты прям вот так? О, жесть какая. Вот так, подергивай. А надо, смотри, как ты сидишь, смотри. Неужели я так в реальности танцую? Да. Фигао, он абьюзер уже на самом микроэтапе. Он уже так неплохо. Так ты как он ее встретил? 50 тебе, да? Это было ужасно. Идешь и смотришь прям в глаза вот так. Раз, два, три. Подходишь. Прямо глазами уже. Потом подошла. Чего? Раз, раз, левая, приезжала, влевая, чик и все. И провела так пальчиками и пошла к шесту. Потом раз, так вот. Ну у тебя неплохо получается. Присела там, что-нибудь, смотришь, у нас что-то снова. Офигеть. Раз. Все, мой парик ушел. И потом вот по телу. Понимали, да? Он, конечно, очень красиво, эротично, да, это делал. У него очень красивая фигура. Я не считаю, что я должна говорить. Он тоже мог бы догадаться, что со мной тоже можно играть в какие-то... Федя просто зашел в телефон. Бля, ребят, это просто такой кринж. Я не знаю, как это комментировать. Мне тяжело. У меня вообще... Подожди, у меня чуть-чуть стукнул даже этот камеру. Похоже, что... Ой, да, ты ее прям хорошенько сдвинул. Бля... Извините, у нас небольшие технические неполадки. Я аж ногой ударил по камере. Да-да-да, нормально. Нормально точно, да. Какие-то игры ролевые. А я что-то не поняла. А ты что, здесь собрался ложиться спать? Ну-ка, где я там лягу? Там вообще места нету. Ну, а ничего, что там бублик насрал? Да, ну на. Да, ай. Стоп, м***ь. Короче, иди убери. Ребят, я не знаю, как это все комментировать. Но, типа, он вызывает такие эмоции немного не очень хорошие. Да, да, короче, просто типичный абьюзер, который перекачался. Все, блядь. На этом его спектр заданий закончился на всю жизнь. Я человек женатый. То есть, у меня есть принципы. То есть, если я в отношениях, то есть, я никогда... У него реально, знаешь, такие бешеные глаза. Такое ощущение, что в них протеин просто. Стеклянные, да, вообще. Типа, пусто. Ярослав Чертков. Муж. Все, типа, знаешь, что вы добили за 31 год? Муж. Ну, конечно, сильно не захочется. Если сильно там захочется, можно, конечно, как любой мужик, да. Главное это сделать без палива. Поэтому ты под камерами, дружище. Самое главное сделать это без палива. Все верно. Разница в возрасте жены Екатерины с мужем 13 лет, которую она старается не замечать, все-таки влияет на их жизнь. Недаром ее запрос к эксперименту был в том, что для хорошей жизни ей нужен мужчина постарше. Попробуем по-другому. По-другому. Я хочу эмоций, я хочу прикосновения, я хочу вот этих флюидов. Он, ну, такой старпер, но прикольный. Я очень надеюсь, что он сейчас не зайдет голый. Он тогда все, у меня передача уже просто испортится для меня максимально. Он как бы кринжово флиртует, но, возможно, женщинам-взрослым это прикалывает, они... Ему же сводится с цветами, с кем-нибудь. Вот, это нормально, да. Хочу драйва. Какой пиздец, какой ужас. Какой пиздец. То есть, ты представляешь, ты с женщиной сидишь, общаешься, просто человеком, он такой, ща-ща, хуяк, и все, и он ходит голый. Ну, шла, пиздец. Разговоры, конечно, хорошо, но одиночка Андрей предпочитает действовать в своем стиле. Как и планировал, показать женщине в кризисе рай. Как это выглядит? С одной стороны... Какой пиздец, какой пиздец. Мне, знаете, что нравится, что Федя первый раз это смотрит. Я не вижу, это полный пиздец. Какой пиздец. Какой пиздец. Не, да. Не, он, конечно, немножко кринжовый, но так и нравится. Я думаю, что все норм, он за цветами пошел. Чел просто оголился вообще до конца. Просто свой пиструн показывает. Ну, интересно, он хотя бы был хоть немного эрегированный или, блядь, такой? Не, просто обычный, лежачий. Он такой, смотри, вот он так лежит. Просто из проруби вышел, такой прикольненько, поугараем. Все, тихо. Он такой интеллигентный, а с другой стороны такой дерзкий, где-то пошловатый. С одной стороны, меня это нервирует и как-то даже оскорбляет. А с другой стороны, мне это даже нравится. Я никогда Ярославу не изменяла. Это было в первый раз. Но с другой стороны, откуда я знаю, что происходит сейчас там у Ярослава? Мне можно все. Так, мне. Тебе можно за руку пройтись в кинотеатре? Это такой завтрак в постели. Тебе жена когда-нибудь такое делала утром? С веслом? Да. Нет. Мне все-таки получилось, что мне веслом по голове не удается. Вот молодец девчонка, утром кофе, завтрак мне в постель. Не то, что моя, не дождешься там. У меня бывший муж занимался греблей, поэтому это весло такой, знаешь, жирный намек на то, чтобы сегодня поплавать. Поедем? Ну, я думаю, можно, да. Ближе к водичке. Сюда. Все нормально. Я люблю запечатлеть самые яркие эмоции. Я предлагаю... Ну, завпечатлила. Просто еб***ли по жопе веслом. Все верно. Еще и странно, у меня кофе в постели. У меня бывший муж занимался, типа, веслареньем. Да-да-да. И поэтому он побудет с нами третьим сейчас. А мне, не, мне понравилось... Нет, не третьим. Ну, я имею в виду, да, ну, типа, к чему это вообще, зачем... Мне понравилось, женщинам не обязательно рассказывать про своих бывших половых партнеров с текущему молодому человеку, не надо. Мне раньше никто не делал завтрак в кровать. Просто сделали, б***ь, кофе три в одном. На месле. Ни еды, ничего, просто держи разводимый кофе, б***ь. Положила Ярославу делать селфи. Ну, давай, заснимем наш сегодняшний завтрак. Ну, видишь, какие красивые, особенно ты... Да, я вообще потрясалась. Бомба просто, ты такая секс. Да, вообще, б***ь. А, видишь, какая у тебя. Я думаю, наш завтрак сегодня удался, да? Какой завтрак? Где он? Я тоже не вижу, какой завтрак. Просто, типа, кофе, б***ь, на весле. И запечатлели... А не завтрак, не запечатлели... Типа, запечатлеть завтрак, а ты нужно вот так его фотографируешь? Ну, конечно, да, да. Ладно, дальше идем. После первой ночи, проведенной врозь, супруги должны выйти на связь. Таковы правила эксперимента. Может, немножко руку убрать? А почему она накрашена и с утра, и вечером, и сейчас у нее утром, и немного другой макияж? Она встала, да? Стала пораньше, чтобы выглядеть красивой, потому что естественная красота пробивается просто невероятно. Чтоб меня одну было видно. Самое главное, что, ну вот я в девушках ценю ее лично, да? Это когда вот на веках вот эти заборы по два метра, ресницы натуральные, вот это приветствуется всегда. Доброе утро. Это, по-моему, 5... Ой, назад сейчас. Я взял, я взял, захватил, ты шел. Это, по-моему, 5D ресницы называется, да? Да. Пускай подскажут девушке тебе. Девушки, это 5D или 7D? Или, может быть, 9D. Чтоб меня одну было видно. Доброе утро. Что-то ты уставше выглядишь. Ну, я только проснулась, как я могу выглядеть. Я лежу, утро, звонит Ярослав. Здесь я голая, тут Андрей рядом, я вообще не знаю, как мне поступить. Чем по ночам занимаешься? Сплю, как обычно, чем я могу по ночам заниматься. Вот у тебя там что происходит, интересно? Да ничего, отб***емся каждый день. Ты нормальный вообще? Ничего, что ты меня вот так... Ты тоже там, я тоже смотрю там. А с чего ты взял, что ли? Да я чувствую, у меня же третий глаз, у меня чуйка, я же экстрасенс. Я не понимаю вообще, как Катя общается с ним. Он реально ведет себя как быдло. Он круто разговаривает. Не, он нормальный. Я говорю, он такой размеренный, смешной чуть-чуть. Да, я не понимаю, как Катя с ним находится. Вообще, нет просто даже малейшего понимания. Жалко мне ее. Но при этом... Он такой тоже... Он такой кринжовенький, бомбахами, да. Я бы его зарядил в табло. А расскажи про девушку, с которой ты живешь. Она вообще кто? Короче, ей 28 лет. Давай нормально, говори мне, кто она. Тренер по танцам. Сама танцует. Стриптиз, что ли, танцует? Танцовщий или гоу-гоу? Чего она танцует-то? Да, да, да. Чего да, да, да? Стриптиз, да, стриптиз. Чего ты смеешься? Я говорю, где твой хахаль-то? Покажи мне. В целом, я не ревнивый, но есть какие-то подозрения, что у них какие-то... В целом, я не ревнивый, при этом сказал, что он жестко трахается каждый день со своей. Да. Ощущая то, что она по-любому изменяет. Блядь, какой мерзкий чел. Фу, я не могу на него смотреть. Родки происходят. Даже не знаю, что думать. Мы отдельно спим. Я наверху сплю в спальне. Ты же видишь, что я наверху? Девку покажи свою. Я не буду показывать. Она занята. Кто неадекватный... Занята, занята, блядь. Выучи здесь словарь, блядь. Или буквы вообще подучи. На диалог, и даже не мог ставиться их на пять копеек. Ну, хоть я и сейчас живу с молодой, симпатичной девушкой, но все равно, конечно, Кати не хватает. Такой нагло еще так разговаривает, как вообще, как подонок какой-то. Надо делать выводы. Да, баня. Я вижу, как Катя... Такой именно стедхом. Да. Надо делать выводы. Делай выводы, детка. Просто смотри на нас. Два молодых парня. Сорок семь и сорок... И пятьдесят девять лет. Да. Мы статные. Мы знаем, чего конкретно хочешь ты, малая. А в следующем кадре мы будем голы. Да-да-да-да-да-да-да. Типа, ладно. Федя, на самом деле, нормальный парень. И Федя просто раздевается полностью, блядь. Расстроена. Я знаю, как исправить эту ситуацию. Стоит напомнить. Жена Екатерина расстроилась из-за того, что сама себе нафантазировала. Ну, блин, у меня, Андрей, у меня работа, у меня звонки. У меня теперь присаживаются. Блин, ну у меня же работа. Слышь, он ездит на Мерседесе. Но, возможно... Подожди, он вип-телохранитель, возможно... А, да, это, наверное, машина. Блин, ну да, хорошо, что помнишь. За меня эту работу никто не сделает. Эту работу не надо. Одиночка Андрея везет девушку в Москву. Ты чего блокируешь машину? Ты куда? Сажает машину, блокирует. Я думаю, что он сейчас собирается делать? Я не знаю, я думаю, гранату может сейчас в окно кинет. А так? Может, есть какая-то речь у тебя? Какой, я не знаю, я давно... Я вообще такие шоу никогда в жизни... Ну, не, может быть, смотрел лет, там, 15 назад, но... Но я вообще... Я из другого... Короче, в моем информационном поле вот таких шоу вообще нет. И у меня эмоции такие, типа, ой, дикий клин. Лютый, прям, вообще лютейший. То есть... Это же вообще, это просто карикатурное, какая-то, типа, я не знаю, ухаживание, наверное, как называется. Ну, да, да. Ну, возможно... Так все для этого и смотрят, типа, посмотреть, насколько это ужасно, конечно. Ну, ладно. Шоу разные, ну, типа, вот немножко разведены. Чаще всего вот такой вот кринж, но как бы это и смешно, это и странно. Ну, есть просто еще музыка такая... Лоси май май. Так мило. Поднял мне настроение. Спасибо. Красиво. Ухаживайте... Че ты повторяешь-то? Я не знаю. Я попил, и ты решил попить? Ладно, я не буду пить. Не пей принципиально вообще. До завтра. Пеет мужчина. До этого ты изменял, Ярослав. До того, что было с тобой, нет. Одиночка Андрей привозит жену Екатерину в массажный салон к своей сестре. Брат с сестрой что-то... Как он идет, опять? Замышляет. Привет, привет. Знакомьтесь. Да, здравствуйте. Очень приятно. Катерина. Сестра. О, очень мило. Красивое платье. Спасибо. Спасибо, что выручила. Пойдемте проведу вас. Здравствуйте. Проходите. Раздевайтесь, ложитесь на животик. А я могу выбрать вид массажа? Да, конечно. Я бы хотела, чтобы вы мне ягодички промассели. Все сделаем. Молодец такая. Ну, а что? У меня есть просто там некоторые проблемные зоны. Массажист это как врач. Конечно. Он может даже голым пациент видеть. Себе надо научиться на массаж, значит. Что это такое? Мне даже воздуха не хватает посмеяться, блядь. Что это такое? Ну, как тебе? Отлично. Можешь даже присидеться в две руки. Что это, блядь? Какой ужас. Это просто пиздец. Какой, но интересно, что у него выразительное лицо. Ну, нормально, да. Да. Ой, ребята, блядь, мне так смешно смотреть с Федей. Я только за. Надо учиться. Таким делам. Давай, 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 давай. Щас я. Да, я попробую. Слушай, у меня вроде получается. А это чьи сейчас руки массажисты или твои? Катюш, это мои руки. Какой-то, какой глупый вопрос я задала. Как я могла не почувствовать это. Он очень похож на какой-то уже маньяч. Да, да, да. Он такой, знаешь, про дикорюгер, блядь. Кошмар на улице вязов. Страшновато у меня. Ой, господи, боже мой. Как там фокус? Блин, отличный, да, смотри? Фокус, да. Фокус группа. Фокус-покус. Фокус-покус. Фокус-фокус. Прекрасно, продолжай. Получай релаксацию. Получай релаксацию. Ну, кайф. А что, Ярослав, массаж делать не можешь, что ли? Он умеет делать массаж. Кстати, даже профессионально, но мне почему-то не делают. Понятно. Я решил Кате сделать сюрприз. Я думаю, такого сюрприза ей еще никто не делал. Ой. Что такое? Не бойся. Ты меня пугаешь. Ты сейчас, надеюсь, передо мной не преобразишься в латексном каком-нибудь костюме смеется. Не слышу звука латекса. Сейчас услышишь. А он умеет удивлять, Федор. Это крышеснос какой-то, да? Это какой-то крышеснос крыш. Он, наверное, на пикап-курсах этому научился. Божец, как умеет. Ну, ты посмотри. Я сам боюсь. А ты бы как это реагировал на змею? Я бы с ума сошел. В смысле? Надо было... Почему она лежит? Надо было вскочить, и чтобы этот... Да не, наверное, нельзя резких движений я бы не делал. Я бы испугался. Типа, а цепенение было? Парализация? Да, я бы просто лучше вот так сел, сказал, блядь. Лучше убери ли я, честно, уничтожу. Но я бы, возможно, не общался с человеком после этого. А, да? Ну, это очень не смешная шутка. Ладно. Ну, типа, следующий кадр. Если будет 100 тысяч лайков, мы поместим Федору в кредку со змеями. С пауками, со змеями, блядь. Я решил с Катей разделить эти острые ощущения. Если она меня не обматерит, это моя женщина. А-а-а! Смотри! Уберите, пожалуйста! Какая моя змея! Ярослав тебе такие сюрпризы не устраивал. Я готова тебя просто убить. Какой ужас. Так, Ярослав, надувай. Я подкалывала его с лодкой, как он ее собирал. Это реально было смешно. Но видно, что он делал это нечасто. Если не сказать, что он не делал это вообще. Под запрягла ты меня, конечно, лодкой. Не все коту масленица, знаешь ли. Я уже давным-давно не плавал на лодке. Наверное, последний раз в году 2013. Да. Жена, у тебя много было разнообразия в отдыхе? Да, по-разному. А как же вот путешествия? Как же вот у нас с тобой все есть совместный отдых такой? Если честно, когда вот их включают, мне максимально скучно. Потому что вот он настолько какой-то карикатурный. И вообще просто пустота. Вот правильно он сказал, горизонт планирования секунда. Я вот так просто смотрю. Я только думаю, боже мой, когда переключат просто на другую пару. Да, он хотя бы приугаренный. У него угарный эмоций. Да, там прикольно, реально. Здесь вообще просто ни о чем. Если бы два слова даже связать. Типа, он говорит, что для него важна внешность. Важна внешность. И внутренний мир. Этот молодой человек говорит, что для него важна внешность и внутренний мир. Но... А, ну и то, что нужно поговорить о чем-то. Да. К сожалению, он даже сам не может разговаривать. Какой классный. Кстати, да, путешествия совсем что-то у нас не хватает времени. У них очень скучные отношения. Они вот такие два интернетчика дома. Муж Ярослав заодно решил порыбачить. По дороге пара заехала за удочками и... Тут, короче, черви здесь какие-то странные. Да, монтаж еб... Ты показали бы вообще до размера квадрокоптера над планетой, блядь. Что типа, вау, пиздец, такое утрирование. Прикольно. Это опарыши, это такая мерзость, которую я просто не могу видеть. Я сам не чешу. Жесть какая. Что, пробуем? Да, выкини его быстрее туда. Крепец меня, конечно, рыба... То греби веслом, то насади червяка. И как-то не особо удобно. Что, ты уронила? Весло. Весло поплыло. На, лови удочку. Такова. Лови, давай. Ты что, два бросила, что ли? А? Ты что, два бросила? По два теперь мне одну. Я сижу, смотрю, думаю, блин, какой кошмар. Да, веселуха, пиздец, вообще. Просто очень прикольно. Да. Реально, спасибо. Глубка, Валико. Давай, меняемся. Так. Надеюсь, мы не навернемся. Вот это будет грустно. Мне нужно обоснование текущего действия. Она взяла два весла и уронила их просто в воду. Для того, чтобы было веселее. Все верно. Видимо, это веселуха. Поехали дальше. Поехали. Просто очень. Она, нахер, ты два выкинула-то. Побочница. Я же не специально. Да! Да! Молодец, давай. Второй я сам достану. Держи. Пить больше не буду. Да. Черт. Мне просто как-то хуяешь, что аж брызги летят на ноут. Хуяешь, что просто вентилятор взрывается. Можешь попить, если хочешь. О, спасибо. Знаешь, как залпом бьют так. Да. О, весло, весло, весло. Ты справилась? Держи. Мы спасены. Угу. Так. Какого-то руки не с того места растут. Ну ладно, прости. Я пошутила. Ну не знаю, прощать или нет. Ну, воду. Ааа! Я считаю, что с женой вряд ли они проводят время настолько весело, насколько провели сегодня, ну, мы совместно. Так. Тихо. Ааа! Да блин, ты чё? Мне не нравится то, что он реально, знаете... Я проживаю с ними, да. Он собеседует людей. Да. У него реально там, знаете, запуски каких-то продуктов, IT-компания. И он смотрит, как они немножечко разведены, плавают на лодке. Блядь, какая хуйня. Подержи весло. Вот сейчас ты вылезешь. Возьми весло. Да, сейчас я подержу. Не, держи меня, спасай меня. На второй или третий день проекта супруги знакомят одиночек с родственниками. К маме, конечно, желания нет никакого ехать. Да прекрати, это же мама, это святое. Мама, это же святое. Что ты вообще такие темы поднимаешь? Господи, не позорь меня и свой рот. Понятно, что мама, но... У тебя красивый голос. Спасибо огромное, поставленная дикция, все верно. Да, все верно. Ходил просто на курсы ораторского мастерства. Да. Ладно, я не ходил. Да, я не могу вообще. Да попробуем, разденься. Так, давай, может, зайдем в магазин? Не идти же как-то с пустыми руками. Может, тортик какой-нибудь? Здравствуйте. Здравствуйте. Мам, привет. Привет. Познакомься, это Андрей. Татьяна Семеновна. Приятно познакомиться. Чтобы не шокировать маму, жена Екатерина заранее... Шутка-прибаутка, такие не можем произносить, все верно. ...и предупредила ее об эксперименте. Проходите. Татьяна Семеновна, это вам. Проходите. Он, видишь, такой-то суфле, он диетический, это как птичье молоко. Считает, что мне его можно, да? Тоже из качков, смотрю, будете. Тоже качок. В прошлом, в прошлом. Ну, мам, сейчас модно вообще заниматься спортом. Все время чем-то недовольна. Этот не нравится, тот не нравится. Вообще ничего позитивного. Мам, слушай, мы пришли с тобой вот попить чаю, нормально поговорить, а ты сразу начинаешь с какого-то негатива. Мы познакомиться пришли. Мама уже в шоке такая, опять качок? Опять вот этот надутый валенок, блядь? Я говорю, что сейчас это модно, хотя, ну, он далеко не сейчас. Да-да-да-да. Ты посмотри еще на этот, как он на маму, она реально в шоке. Она такая, блядь, опять мышцы на руках. Когда ты уже придешь просто с жирным дедом какими-то нормальными. Это Андрей. Андрей ухаживает за мной. У тебя сегодня Андрей, завтра у тебя другой. Мам, ну это нормально вообще? Слушай, я сижу с человеком, он сейчас что подумает обо мне? Видимся мы редко, только по делу. В основном она отдает мне какие-то платежки и нагружает какие-то... Пожалуйста, можете убрать с нее это платье, блядь? Это просто ужас какой-то. О, это следующее шоу, уже снимите это немедленно. О-о-о. Хочу расслабиться, получать от жизни удовольствие. Я не хочу думать, что мне надо срочно это погасить, этот кредит заплатить. Постоянно нужны деньги, деньги, деньги. А у мамы к дочери свои претензии. Ей категорически не нравится, как Екатерина одевается. Вот ты одеваешься как... Прости меня, господи. Сейчас это совершенно нормально. Предел должен быть всему. Татьяна Семеновна, можно валить за ваш разговор? Но если есть что показать, почему нет? Тайна, женщина тайна должна. Есть тайна. Они сразу все раскрыты и ходить как... Если она изменит внешний вид, я больше чем уверена, не качки ряда будут, а интеллигентный нормальный мужчина. С чего? Я просто... То есть интеллигентный нормальный мужчина ни в коем случае не может быть качком. Запомните это раз и навсегда. Не понимаю, чем... Мама, кстати, ни в коем случае не категорична. Чем я это заслужила? Почему? Чем? Хорошо, когда у тебя мама open mind. Так легче живется реально. Я заслужила такое отношение. Ответь мне на вопрос, почему ты меня не любишь? Просто почему? Почему ты меня не любишь? Катюш, познакомиться с удалой. Ну прекратите. Я тоже потратила на тебя всю жизнь. Сколько у меня было мужчин? Ты всем что-то говорила. Мне Ярослав не нравится тем, что... Тарфонс какой-то. Уже какое-то родовое проклятие, я не знаю. Побежала и поговорить нельзя уже. Все, побежала. Я хочу понять. Я хочу почувствовать, что она меня любит. Да жалко слез нет. Все верно. Так и не капнуло ни одной. Но поверим. Я не чувствую этого. Может действительно ей не хватает ласки, я не знаю. И сейчас он такой, хотите, я вас удивлю. И просто такой, да, нет одежды вообще на нем. И она такая, бля, вот это интересно. Вы же мать. Я же хочу все равно ей лучшего. Ну как, ну что, человека встречает по одежке. Честно сказать, мне очень нравится ваша дочка. Очень интересная. Не могу сказать так сходу, что вот готов стать ее мужем, но очень у меня по душе. Я побарюсь за нее. Она мне нравится. И воспитанный, и интеллигентно разговаривает. Мы поживем, увидим. Мам, ладно, мы поехали. На, вот тогда. Ты успокоишься, я успокоюсь. В следующий раз увидимся. На, вот платежка за квартиру. Хорошо. На, не забываешь заплатить, съебись. Дочь немножко в рабстве. Да, да, да. Когда у меня есть нерешенные проблемы, вопросы, я не знаю, как на них ответить. Я всегда сажусь на колесо, поднимаюсь. И с высоты смотрю на свои проблемы. Я очень боюсь высоты. Пойдем, 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 пойдем. Я не знаю, как это произошло, но я пошла на это колесо. Для меня самое удивительно, что я... Ну, так как прыжок с парашюта, да, это е... У меня проехаться на колесе обозрения для детей, это, ну, немалого стоит, я так скажу. Я не послала его. С Андреем я чувствую себя какой-то защищенной. Она качается. Да, давай на это не ходим, пожалуйста. После непростой встречи с мамой, жена Екатерина решила последовать совету одиночки Андрея и подняться над суетой. А у меня есть вообще такой диагноз, не знаю, если ты знаешь, это называется панические атаки. И мне прописали таблетки, но все равно основных вопросов они эти таблетки не решают. Это, конечно, вина Ярослава, что он довел свою женщину до такой ситуации. Дело в том, что у меня ипотека. Какие смешные вставки, я не могу, блядь. Это я не росла. В аптеке у меня таунхаус. Ярослав помочь мне не может, но я прекрасно понимаю и знаю, сколько он зарабатывает. И того, что он зарабатывает, ему хватает содержать себя. Наверное, я жду, что он исправится. Короче, даешь еще один шанс. Да, именно поэтому я была инициатором того, что мы будем участвовать в этом эксперименте. Я думаю, что и он, и я, мы за время этого проекта что-то для себя поймем. Фига, у него грудь раскачанная такая. И что-то решим. Я не хочу пить таблетки, я не хочу быть зависимой от них. Я хочу поехать в Грузию, я хочу поехать в Абхазию, я хочу отдыхать, я хочу в горы. Смотрю вот на твою татуировочку. Сакра. Сакра. Первая моя татуировка наколола я, когда была с первым мужем. С первым мужем у меня связаны, ну, плохие и хорошие воспоминания. Потому что он просто был тираном. Возможно, надеясь избежать тирании, жена Екатерина и увлеклась молодыми парнями. Ведь первый муж был ее ровесником. Вот так я сейчас молодой абьюзер. То есть, сильно ничего не изменилось. Бля, такое же хамское быдло по дому ходит. Хамское быдло. А есть, кстати, разница между тираном и абьюзером? Я, кстати, не знаю. Кто такой тиран? Тиран. Ну, наверное, который тиранит. Ну, да, а хам, который хамит? Если женщина, то это хам, который хамка. Да, который тоже ходит, хамит. А быдло бы длит. Нет, тиран, наверное, это более жестко. Типа абьюзом может быть более широкое слово, а тиран, не знаю, надо загуглить. Но мне кажется, это примерно одного из одной сферы. Да вообще забей. Расслабься просто, жи по течению. Вообще по. Не нужно так. У меня есть друг, очень хороший специалист по тату. Давай, смоем твою старую прошлую жизнь. Нарвится монтаж, немножко разогненный. Давай, смоем твою старую жизнь. Не мысли, не х**, а просто перебивка. Теперь очередь мужа Ярослава знакомить одиночку с родственниками. Мама мужа Ярослава приехать не захотела, поэтому муж... Кажется, или лосины немного домашнее. У нее? Ну да, да. Ярослав знакомит одиночку Катю со своим братом. Ой, ну лосины, да, такие. Нет, лосины такие, знаешь, под Рязанью какой-то город. 2013-й. И вот девочка идет летом за хлебом в магазин. Ну, за хлебом еще ладно, но там еще и просто прорезь есть вот в Паховой области. Ну, вот это шов в Паховой области. Я называю это верблюжья лапка. Нет, подожди, прорезь в Паховой области это верблюжья лапка. А вот здесь прорезь именно в лосинах, видишь шов? А, да, я понял, как будто это подштанники, блядь, на зиму. Вот, да, это не надо. Брат там. Народить, когда Роберт. Роберт. Брат, кстати, тоже иногда отжимается пол-траум. Просто отжимается, не больше. Привет, Катерина. Роберт, очень приятно. Че, Роберт. Бля, есть, ну, менее похудеют, друзья? Нет, все такие. Роберт, Альберт, Маркус, все такие. Иди, Катя. Катя. Вот, Катя. Ты подменил Катю? Только другая Катя. Решил помоложе, короче. Ну, не постарше, зачем постарше ты? Понятно. Ну, да, диалог такой. Ты сложился интересный достаточно. Один раз познакомил меня со своим братом, с Робертом, и после этого мы больше не общались. У меня вопрос, почему он не подпускает меня общаться со своим братом, к примеру, или брат не хочет. Он начинает им что-то рассказывать, загружать, что я такой почему я внимания не уделяю, типа, ты же такая шикарная, он лучше не найдет. Я поэтому думаю, нет, с братом и лучше не общаться. Чем увлекаешься? Ну, я люблю заниматься. Еще раз, он сказал, она предъявляет мне, что я не уделяю внимания, поэтому с братом не нужно общаться, или я неправильно понял, как это чудо. Собей, я вообще не знаю. Ладно, все. Просто брат, ну, такой, типа, похерист, не общается. Ладно. А, с полдэнс? Ну, на шесте, типа, да? На пилоне. А, это пилон называется? Угу. Я не представляю, как этот брат просто спину себе вытирает полотенцем, типа. А, так он даже двигается, как будто на шестой. Вот так, как танк, блядь, какой-то. Круто. Ну, слушай, замена-то достойная, наверное. Да, да, да. Жена твоя так не умеет. Ну, вроде пока не танцевала, так, чисто гоу-гоу. Он уже какой-то кажется маленьким. Да, да, да. С этим вообще уже просто никакой. А тут по стрипу уже. Полезный навык. Слушай, ну, ты, конечно, интересная. Вот он семейный человек. Мне как бы, как... Очень жаль. Интересно, куда брат-то лезет вообще. Ты, как к семье относишься? Я к семье... Ну, я хорошо отношусь на самом деле. И... Ну, у меня брат так-то, а семейный человек, ты как к семье относишься? Какая хуйня. Диалог высокообразованного взрослого мужчины. Просто ужас, я не могу. Но при этом у него вроде добродушное лицо. Да нет, да он может быть добрый, я понимаю. То есть ты готов? Возможно, еще молодой человек стесняется камеры, поэтому он скован. Ниже все-таки снимают. Но вот то, что на камере мы видим, такое интересно. Развести семью, типа детей. Да, да. И совместного кота. И совместного кота. Диалог закончен. Я просто смотрю за этим просто. Ему еще тяжело дышать, как будто он сидит вот так, знаешь. У него вот тут бицепс рукой, он такой... Ладно. Что, днище рвет? Носик выпудрить. Ну, выражение наберется же, а? Как говорится, днище рвет. Нет, если ты с девушкой на свидание, она захотела куда-то отойти, чего у тебя днище рвет, детка? Ой, девочки, все, я не могу, мне становится плохо. Девочки и мальчики. Меня смотрят мальчики. Ну, тут мы жалеем девочку, поэтому девочки плохо, а мужчина, наверное, просто хохочет. Как тебе, подруга? Ну, вообще, конечно, интересная, живая, по крайней мере, настоящая. А до этого приводил... Да, до этого была просто кукла, японская кукла, блядь. Если подумать, твои-то сколько? Да хрена. Для мужа Ярослава важно мнение брата. У тебя такой, знаешь, нужно жизненный апгрейд. Ну, я об этом думал уже. Слушай, да мне тут, мне кажется, тут ни хрень думать. Так, 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 вы тут сплетничаете безумно, да? Да, по-твоей сиськи говорил. Я, на самом деле, еще пообщался бы, мне надо ехать, рад был познакомиться. Я тоже. Блядь, у меня такое ощущение, что, знаешь, я сейчас смотрю просто такую-то миссию в GTA. Просто это NPC, два бота сидят. Сюда похоже не на живых людей, а просто... Вообще, блядь, это просто какая-то компьютерная хукерь. Давай, бро. Рад был видеть, не пропадаю. Я думаю, ты разберешься. Да. Пока. Пока, да. Ну, так о чем мы без меня-то обсуждали? Про семейную тему. Я смотрю, Ярослав какой-то такой поникший. Я так немного... На семейную тему. Ай, блядь. У нас вообще... Стекло. Да. Подзаморочился, и брат сказал, что, типа, хорош там, если не получается, с нынешней, так сказать, женой, чтобы расходился. И создавал нормальную, полноценную семью с девочкой помоложе. На самом деле, у меня уже были такие мысли. Поэтому периодически я задумываюсь. Мы хотим старовать эту татуировку. Ты сейчас рожаешь, не понял? Я просто над всем. То, что ты сидишь. Ебать кого-то, проект какой-то смыржут. Да, да. Типа, знаешь, мне резюме прислали, так, опыт работы 10 лет. Тут вроде неплохо отреагировал. Собеседование неплохо, но нужно ее ревью им дать. Убрать, а на ее место сделать новое. Можно, но за один раз убрать ее не получится. В 2-3 сеанса. Я уже хочу эту татуировку. Ну, не вопрос, давай эту будем сводить, а новую набьем на другом месте. Но! Татуировку выбирали. У меня хороший вкус. Ты мне нравишься. И это уже доказывает, что у меня хороший вкус. Да, ну ты, конечно, мастер комплиментов. Прошу. Оказывается, расстаться с прошлым непросто и за один раз невозможно. Одиночка Андрея предложил набить жене Екатерине новую тату на свой вкус. А мне нельзя смотреть? Нет. Вот этот неплохой вариант. Ну, у нас символ новой жизни. А вот это да. Вообще, много ли существует людей, которые готовы после двух встреч, не видя что, и довериться человеку, чтобы ему набили татуировку на всю жизнь? Я не знаю. Вот ты увиделся с девушкой, даже если ты представляешь, что у вас семья, дети будут через какое-то время. Ты садишься спиной, и тебе набивают, знаешь, типа... Смотри. Можешь, да? Давай предположим, что ты познакомился с девушкой, какой-нибудь типа там, не знаю, какая-нибудь Карди Би. Так. Ну, ты понимаешь, что она типа супермодная, крутая. К примеру, она там твой идеал. Я сейчас Карди Би взял просто в рандом. Ну, это не мой идеал, ну, допустим. Ну, я понимаю. Ну, хорошо, кто твой идеал из каких-нибудь актрис американских? О, какие? Ну, хорошо, Дженнифер Лопес, тебе нравится? Ну, лет 15 назад нормально. Ну, вот представь, 15 лет назад с Дженнифер Лопес, вот вы познакомились, и ты что, не доверился бы, чтобы она какую-нибудь вот такую маленькую татушку выглядела? А, ну, если я хотя бы определяю размер, то ладно. Ну, здесь, возможно, то же самое. Ну, ладно. То есть, она смотрит сзади, о, боже, этот Аполлон, пусть он делает все, что захочет, пожалуйста. Ой, только, знаете, знаешь, что, только там не череп и не какие-нибудь там купола. Живешь? Глубокий вдох. Мы ходим с Катей к разным мастерам, я не знаю, там что-то ей постоянно делают, походу лажают. Мне не особо нравится именно сам стиль. Я считаю, что у меня как-то поинтереснее. Давай. Отойди подальше, пожалуйста. Ладно, где хату, мало ли. Хорошо. Ой, какая красота. А что это такое? Это пион. Символ новой жизни. Слушай, я обожаю пионы, представляешь? Это что за херня такая? Ярослав! Вот бубусик, символ нитин. Блин, это что за фигня? Скажи мне, блин. Кошка, наверное, твоя настала. Кошка моя столько не сыт. Давай возьми, пожалуйста, тряпку. Бери за собакой, ладно? А я пойду пока ногу помою. Сначала вытри лучше. Да сейчас, я не буду ничего вытирать. Серьезно говорю вам? Сейчас, можешь мне еще что сделать? Давай, убери, пожалуйста, за собакой. Да я тебе говорю, это не моя собака. Она что-то разлили в воду. А чья это собака? Здесь у нас, по-моему, одна только собака в квартире. Слушай, ну это не бублика. Я на место ку-предъяву. Мне, конечно, что-то не очень понравилось. Ты, пацан, а? Засрань, пеленка для чего? Это что такое? Совершенно неожиданным образом в квартире одиночки Кати обнаружились пикантные качели. Екатерина, как вас там по отчеству? Это что такое? Где? Любишь, чтобы тебе хорошо отпароли? Это не мое, не надо. Ладно, я тебе спалю уже. Это не мое. Ну что, давай, ты расскажи лучше, как этим пользоваться. Я тесе... Да, я откуда знаю? Это вообще не мое. Ого. Да ты вообще нормально, тебе какую-то целку строишь. А ты вообще в теме-то. Все, я не знаю. Именно так с женщинами общаются. Современные мужчины. Блин, что она там из себя целку строит? Бля, я... Вот это вот слово целка, я не знаю, когда я бы себе не раз слышал. В году, блядь, двенадцатом? Ну, может быть, там, не знаю, в девятом классе мы там, или там, в седьмом. Да, да, да. Вот именно тогда я это слово использовал. Ну, возможно, у этого персонажа уровень развития примерно на... Девятый класс. Любишь там пошалить. А это для русских. Чтобы тебя, типа, держать, ты ноги засовываешь, и, типа, вот такая история происходит, так понимаю. Типа, раз, два, зарядка, короче. С Ярославом я вообще забыла уже последний раз, когда я использовала эти игрушки. У нас обычный классический секс. Наверное, сейчас тут оторвется нахрен все. Давай, наверное, попробуем на входной, она, по-моему, у тебя железная. А ты иди пока, переодевайся, поугараем чисто. Катюша, что ж тебя ждет? Ха-ха-ха, она чисто. Нее. О, бля, ну, как ты пришлась. Хотела что-то такое яркое, чтобы вызвать в нем, ну, такие... Еще дополнительные эмоции. Ну, че? Лучше, я бы хотела бы тебя... А на ком там колокольчик? Я не понимаю вообще, что происходит, блядь. Поменять? Поменять. А ты подними две руки и держи волосы. А, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Ага. Так, отлично, смотри. Блин, клево. Так смотрится круто. Даже лучше, чем зеркало. Ничего себе. А ему, бля, сейчас свою, бля, татуху отправлю. Набила тату, татуировку оплатил Андрей. Означает символ новой жизни, любви и богатства. Наслаждайтесь. Опа. Понервничает он, не понервничает, ревнует, не ревнует. Пусть тоже понаслаждается моими фото. Че ты тут пришел? Татуировку нам набил? Тут где мозги, блядь. На хуй две рядом так. Оплатил Андрей, наслаждайся. Татьяна, блядь, месяц Андрей, блядь. Сильно расстроилась. Я думаю, что ему вообще п*** на самом деле. Он только что на качелях покачался, кайфует и все. Ну, неприятно. Да забей, пошли. Муж Ярослав продолжает вести себя, как ребенок. Играет в разные игрушки, но до секса дело не доводит. А вот... Во! Играет в разные игрушки, но до секса дело не доводит. А, то есть у Ярослава вот... Ой, ничего не было? У этого снэпбетчера не было, значит? Ну, в зале как будто бы был, нет? Что он, туалет ей показывал? Ну, вот видишь, ну, по крайней мере, как-то ведущее шоу или как это, комментаторы. Ну, ладно, нормально, нормально, нормально. Я не понял, видимо. Погнали дальше. У жены Екатерины все совсем по-другому. Какие-то, может быть, рулевые игры. Легкие какие-то извращения. Ну, не знаю, ну, чтобы это как-то мне зацепить, заинтересовать. Этого нету. Все какая-то такая пассивная, обычная, не знаю, ну, стандартная тема. Секс с Андреем, ну, прям вот вообще, ну, очень хорошо. Ярославу я говорить об этом не буду. Я уверена, что он мне тоже ни о чем не расскажет. Муж Ярослав, может, и не расскажет. А вот одиночка Катя, кажется, решила вспомнить утреннюю фотосессию. Так, и эту отправим. И, я думаю, еще вот эту. Пока он был в ванной, думаю, а что, зря время терять? Я решила отправить эти наши клевые фотографии его жене. Отправить. Утро в паре мужа Ярослава и одиночки Кати. О, хуя, телефон, друзья. Прикольно, блядь, вот это совпадение. Началось с квеста. Что-то закрызок. Голоден, завтрак найдешь, а подсказка. Что за почерк стремный? Первая у твоей золотая глазки. О, не, не, покой. Угу. Прикольно, что. Зажги свечу. Найди сестру огня. Как романтично. Относительно оригинально, но вот эти с утра, блин, головоломки, они как бы, ну, особо... Ну, в смысле, я вообще так-то ничего не понимаю в жизни, что происходит. Зажги, зажги, что там там. Да, что там, зажги. Что-то, я понятия не имею. А еще стоп-кадр прикольный. Да, да, да. Не нужны. Иди на запах мяты. Угу. Вот оно что. И лифчик. Фантазерша. Приятного аппетита, милый. Лифчик за 3000. Полное днище. Все, Федя, я не могу, у меня с крыши появится. Ужин, абьюз. Да, портся. Лифчик за 3000. Полное днище. Какая-то кошачья. Сказал, что-то кошачье там, это как... Ладно, все. Лифчик за 3000, полное днище. Это же из Блэкстара девушка поет. Да? Да, Баронина. Она мне писала очень давно, я уж не общался. Ой, я не знал. Очень давно, года полтора назад. А в Париже на Екатерины и одиночке Андрея порции достойны. Сырники. Да? Как обещала, румяненькие, видишь? Попробуй. Сырники. А я пропустил он как-то. Да он просто такой, именно так, знаешь. Сырники. И вот так вот, типа, да-да-да. Да, у них нормально все. Не, он нормально, но он такой чел, знаешь, из бригады, такой воспитан на бумере, на бригаде. Да-да-да. Давай. Ммм. Вкусно? Вкусненько. Я даже могу просто элементарный завтрак сделать королевским. Но, конечно, в последнее время я мало готовлю, редко. Ты что, обломаешься, что себе три яйца, что ли, сварить? У меня клиентка одна просто ждет звонка очень давно. Не могут руки никак до нее дойти. Я тебе предлагаю другое. Пора уже перейти на новый уровень. Что ты все соцсети, соцсети. Ну ты сейчас это самый лучший вопрос. Давай организуем, например, в клубе, где ты мне показывал. Так кто придет, точно для людей собрать. Я подниму тут всех знакомых. Круто. То есть мне понравилось, как он мыслит. Ему не все равно. И он подумал о том, как улучшить мое финансовое положение. И Ярослав мне такого никогда не предлагал. Как тебе, Катя? Хорошая? Потому что Ярославу интересно только узнать, как сделать становую получше. Как сделать получше становую тягу, да, и биться, чтобы побольше было видно. Чтобы пучок проработан был, блядь. Опаньки. О, какие люди, привет. А что это вы здесь делаете? Это Катя. А это Катя. Подруга моей жены. А Катя в курсе, что сделаешь? Что я женат? Да, в курсе. В курсе у нас просто эксперимент. Неожиданно для всех на утренней прогулке муж Ярослав встретил подругу жены, которая буквально обалдела, не поверив в эксперимент, и сразу помчалась к жене Екатерине. Они как в аминку шли, или как-нибудь за ручку, а потом я их сфотографировала, они даже в наглую как-то... Да, да, я посмотрела. А ты вон так в себе уверенный, такой наглый. Прикольно, что подруга тоже такая, ну, сосочного типа, можно так говорить. Такая сосковидная. Да, она такая. Милфа, как говорят молодежь. Молодежь говорит милфанум. Мы сами уже, как это, милфы. Да, мы как филмы, филвы, фазеры. Мы милфхантеры с тобой. А, да. Милфхантер 1, милфхантер 2. Просто два милфхантера. Моглая, знаешь, я не знаю. Посоветуй ребятам шампунь. Нормально. И неве. Нет, они не делают шампуни. А я мыло моюсь. Я, кстати, моюсь мылом дав. Реально? Да, реально. Перхоти нет. Сделал специально. Ну, а это у тебя что за Андрей? Там все это. Пойдем познакомим просто. Давай. Это Светлана, это Андрей. Андрей, прияпа. Ну, как вы тут поживаете? Да все хорошо у нас. Какие-то цветы. Андрей. Кстати, подруга не тоже, возможно, ну, привлекательно выглядит. Возможно, он такой, типа... Ну, интересно, да. Может быть, попробуем некоторое эксперименте. А ты не заметил, как одета еще наша главная героиня? А. Интересно, на знакомстве с родителями так. Да, да, да. Я думаю, что он сейчас сидит и просто такой, бля, ай. Ну, естественно. А сколько тебе нужно времени, вот, чтобы убедиться в том, что я та женщина, и помочь мне с моими финансовыми вопросами? Ну, и вроде уже здесь. Вот, убедился. Ну, то есть завтра можно ехать в банк. И в ЗАГС потом. Еще надо развестись сначала. Андрей, в отличие от Ярослава, имеет стабильную, хорошую работу и зарабатывает очень-очень весьма неплохо. Хотя я еще окончательно не решила. Так что булочки не расслабляем. Если Катя выберет меня, я готов помочь ей с ипотекой. Да быть просто мужчиной. А, вот и звонят по организации. Короче, у этого шоу, я вот понимаю, есть негативная такая штука, как они могут, я не знаю, если хоть какие-то люди воспринимают это шоу всерьез, то это может формироваться неправильный образ, типа, настоящего мужчины. Ну, конечно, да. Это же, ну, какой-то ужас, типа, да, я поступлю как мужчина, закрой ипотеку. И он такой, аааа. Да, и потом он тогда... Слышал, сейчас он такой, о, как раз по организации звонят. Какой-то, да, вот это негативное влияние. Как и, какой же там, условно, дом 2, он же, ну, определенный вклад в воспитание детей. Ну, да. Произвел, вот это, похоже, шоу тоже могут. Конференции. Я надеюсь, что все понимают все, ребят. Ну, я надеюсь, да, 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 ни у кого не возникает. Да, я надеюсь, что... Да не, я не надеюсь, все, кто смотрят, все хорошо. Ну, это твои смотрят нормально, а есть те, которые смотрят ненормально. У тебя это нормальные люди смотрят, а есть, которые смотрят конкретно это шоу, и они такие, о, вот настоящий мужчина. Ну, я думаю, что и таких маловато. Ты думаешь, мало людей, которые подумают, типа, о, настоящий мужчина. Ну, я думаю, что так, не супер много. Не много, тогда хорошо. Мне так кажется. Тогда хорошо. Да, хорошо. Кстати, подруга, могу сказать сразу, никогда не использовала пластическую хирургию, ни разу в жизни. Просто, блядь, один глаз подшит выше другого. Ой, ну ладно, я как бы... Нет, как бы, смотри, важно транслировать позицию, что никто не говорит против пластической хирургии, но когда это гипертрофия, любая гипертрофия выглядит не очень. Да, здесь гипертрофировано прям сильно, поэтому я на этом акцентирую внимание. Поехали. Да-да-да, я просто Свету с тобой приглашаю. Не вопрос. Да, ты против? Со стороны Кати я вижу симпатию ко мне, но Ярослава она еще пока не отпускает. Она отпустит. Одиночка Андрея слово дал и выполнил. Организовал для жены Екатерины встречу. Девчонки, всем привет. Вы все роскошные, все очень красивые. Я очень надеюсь, что вы все без трусиков. Это так? Нет. Так. Делайте... Вот я ей стендап-шоу, что ли, организовал. Дорогие подруги, кто сегодня без трусиков похлопать? Ты просто таки, не я. Ладно, первая шутка про... Идем дальше. Небольшие сюрпри... Он еще позвал всех, типа, трех человек. Ладно. Пизы своим мужчинам... Звонят, как раз, по организации. Шесть человек пришло. Мужчинам, когда вы идете там, либо в магазин, или еще куда-то со своим мужчиной, подручку, обязательно ему тихонечко сообщайте, что на вас нет нижнего белья. Это очень сложно. Вот я постоянно как солдат собранный, и то я при всем при этом научилась. И сегодня я без трусов. Я сегодня как солдат собранный, но при этом я научилась, и я сегодня без трусов. Это цитата, цитата. Ладно, все, Петя, осталось чуть-чуть. Вот это стоп-кадр, посмотрите. Как солдат собранный, я сегодня без трусов. Все, моментально стояк у мужчины на три метра. Да, да. Ты без трусиков? И все, я готов запыграть тебе ипотеку. Да. Кать, конечно, молодец. Живет, мама, не горюй. Посадила меня в качестве экспоната. Что главное в м***е, когда вы моете банан, не забываем про остальные фрукты. У меня искренняя надежда, что таких курсов не существует вообще в принципе в реальной жизни. Что это просто шутка. Потому что такое ужас. То есть в их представлении они идут по торговому центру, они говорят, я без трусиков, мужчина, все, вот так. Она как солдат делает ужас. Катюша, спасибо за кофе. Вкусный, крепкий, как я люблю. Последний раз Ярослав говорит, кофе, г***ь. Кофе не тебе, г***ь. Купи себе, г***ь, не дерьмо. Еще когда тебе наливал, думаю, блин, сейчас еще, не дай бог, на меня его выльешь. Он, видно, не разбирается в кофе, как и в женщинах. Ты обалденно выглядишь. Правда, нравится? Нет слов. Я понимаю, что я пришел в отношении между мужем и женой. Поэтому надо время. Я понимаю, что сразу невозможно выбросить из сердца Ярослава. Но скрывать не буду, меня это задевает. Это блюрить надо, нет? Да сейчас. Да нет, на самом деле, реально нормальный, такой рассудительный мужик, кринжовенький просто. Я не понимаю. Возможно, для нас, мудаки, типа, знаешь, как условно подростки сейчас похихикаем нас, типа, старичком. Но, возможно, нет. Норм, короче, да. Ну что, они пошли, получается, в... Ну давай посмотрим хотя бы вот так сделаем. Вот тут что-то... Ходит двойное свидание. Привет. Ничего не видно. Здрасте. Меня Катерина зовут. И меня Катерина. А меня бублик. Слушай, давай, не сливайся, ладно? Потому что знаешь, что я скучаю по бублику. Я так подумала... Давайте приезжайте на ужин. Сиськи-то свои, зачем ты им показываешь? Ты лицо снимай, а не сиськи свои. Я держу так, как мне удобно. У тебя вон рядом тоже сиськи сидят. Да, у него хорошие сиськи, да. Кто-то, что-то вкусное. Кто ты? Или Андрей? Слушай, давай хватит для этого дурака валять. Короче, собирайтесь, приезжайте. Катерина, я так понимаю, что вы более вменяемая, чем Ярослав. Приезжайте к нам на ужин, хорошо? Мне как хотелось приехать. Мне жена не очень понравилась. Вечером мы готовимся к ужину. Ну ладно, отлично. Ну что, будем одеваться и готовиться? Да. Я, конечно, не видел вживую Ярославу. Ну, представляю, ну что, молодой качок. Наглый, небось, дерзкий. Прикольно. Да, да, он прикольный. Да, он манитиский. Я представляю, все, как прошло. Он еще приоделся, прикольный пиджачок. Короче, это самый нормальный персонаж здесь. Я, конечно, не знаю, что там выберет Катя. Я все-таки не сомневаюсь в себе. Ну что, пойдемте в дом, Ярослав. А все, чтобы помочь. А он весь в аптегоне. Ну это ужасно белые джинсы. Просто белые джинсы в аптегон, как девушка какая-то. Ладно, дело не в девушке, а в том, что он пытается именно мышцы показать. Вот что, омерзительно. То, что джинсы в аптегон, ничего страшного. Ну, как-то я не знаю. Ну, страшно вообще-то. Не, ну... Давай так, это точно не модно. И никто из нашей компании не носит супер скини джинсы, которые прямо такие... Не, если какой-нибудь чел такой, знаешь, типа... Супер худой? Супер худой, да. Да даже не супер, просто стройный. И как бы мы понимаем головой, что он не пытается показать, продемонстрировать свои какие-то формы вот этим обтягиванием. А просто такой стиль. Можно так. Я думаю, что если мы где-нибудь в Италии условно поедем, будет чел в обтягивающих джинсах, может он выглядеть круто. Почему нет? Согласен. Понимаешь, что с этим справится. Ну, как сидишь, что ты будешь просто так? Ну, ты же девушка. Ну, с такой кошкой, как я, конечно, ее вообще нет смысла сравнивать, потому что она девочка совершенно обычная. Возьми, наверное, салфетки. А я возьму это блюдо. Свои руки, что ли, Катюх? Ну, ты вообще... Ты че? Ну, не знаю, вроде бы все на месте. Все на месте? Блюда тебе не буду давать, а то еще, не дай бог, хронишь, Ланна, я сама поставлю. А жена, конечно, его, она подтвердила все мои догадки о том, что она действительно возрастная, мягко говоря. И она, честно говоря, глуповатая. Как тебе ремонт? Нравится? Да, мне очень нравится. У вас очень уютно. Да, это все на моих плечах. От дизайна начинаю, заканчивая вообще всем. Ярослав вообще не помогает. Даже коммуналку не платит. Он тебе хоть мороженое откупил за все время? Ну, да. Да? Мы поужинать ездили. Да, мужики болтают просто про бицепс. Все. Ну, сколько там ужин стоил? Ну, 4 тысячи. Нет. Ярослав, что за хуйня вообще? Меня он ни в один ресторан не водил. Ты же мало зарабатываешь, лошара. Ты же мало зарабатываешь, лошара. Лучше бы он мне эти 4 тысячи. Он ответил, ты же мало зарабатываешь, лошара. Что за пи***ц? Дал, чтобы я коммуналку оплатила. Рот, а как пожили-то, расскажите. Весел. Понравилось ли тут? Я не нуждая жил площади, в общем-то. Ты что не ешь-то? Кто-то все время жалуешься, я тебя там не кормлю. Вон полный стол. Подпадать надо мне. Плюс олюбия я не буду. Стол непонятно б***ь стоит. Налили бы это какое-то там непонятное шампанское. Мы сидим, общаемся, а потом подойдем, кому надо, довозьмем. Катя, как вот вы развлекались? Андрей подарил мне татуировку. Могу вот так показать. Управлял ее Ярославу, когда он для чего-то отправил мне фотографии ваших поцелуев. Просто хотела похвастаться, потому что мы очень клево, на самом деле, проводили эти пять дней. А вот это уже похоже на точку невозврата. И вечер стремительно перестает быть томным. Сразу ноги, да, раз двинула? Что вы, ну, почему не сразу? Знала, ты как будто святая, да? Не раздвигала ты сразу ноги. Нет. Через пять минут. По психологии я бы тоже так ответила. Если ты так говоришь, значит, ты говоришь о себе. Это что касается психологии, понимаешь? Нет, не о себе, не о себе. Короче, давайте видео посмотрим. Слушайте, давайте... И все будет понятно, кто там чем занимался примерно, и поуграем заодно. Господа, уберите от экранов детей и впечатлительных взрослых. Впереди вас ждут ветвистые рога и копыта. Да это не я, вы что? Андрей, ты что, бабу какую-то привел сюда? Ну да. Какую ты бабу привел? Меня очень сильно удивило, что там, блин, Катя на нем прыгала, так как она даже не прыгала на мне. Все, Федя умер, блядь. Все, да, я уже вообще на комментах. Да ладно, короче, мне просто давай концовку посмотрим, это уже... На видео, блядь, она где-то хоть российскими заседает. Что? О, нет, они драться там не будут? Ты что, по-хуй, ты не узнаешь уже, что ли, или что? Что ты, блядь, не узнаешь? Я тебе говорю, что это не я. Все. А пока тебе видно, что это она. Изменяла я или не изменяла Ярославу, это вообще никого не должно волновать. Я взрослая женщина, что хочу, то и делаю. Было и было. Я вообще был в шоке, это ты вот... Вообще отсюда, блядь. Ярослав. Я вообще жил, блядь, только время, блядь, терял свою, блядь. Ярослав, хорошее. Это ты и твоя Катя, блядь. Я у***, и у***. Конечно, а что, не у***, а ты делаешь, что ли? Да, блядь, да, конечно. Да, конечно, а у тебя... Начал меня в моем же доме, мне говорит, так себя не веди. В тот момент хотелось ему леща дать. У меня есть вопросы, у меня есть вопросы, пойдем. Ну, пойдем. Оскорблять ее словами. Я что, должен был сидеть и слушать это? Муж Ярослав и одиночка Андрей решили поговорить по-мужски. Сама в первый день же тоже, ибо, что ты... Блядь, за хуй, фу, панда, блядь. Потому что он просто приехал в 12, наверное, а в час ночи ты уже, блядь, ноги раздвинула. Ты пошла, блядь, отойди, нахуй, блядь. Лучше подожду, блядь, почему мужиков только нет. Тебе даже, блядь, дорогу, блядь. Даже не понимаешь, блядь ешь. Надо посмотреть, там, вообще, может, убили уже друг друга. Ай, Ярослав, Андрей, перестаньте. Ты успокойся, ты успокойся, в конце концов. Перестаньте, перестаньте, перестаньте. Блин, ну что, с ума что ли? Ярослав, перестань, перестань, пожалуйста. Я плещена и рада. Из-за меня дерутся два, тем более, таких мужчина. Перестаньте, ребят, ну что вы делаете? Ну вы же взрослые люди. Слава богу, что подбежали, что я до конца не разошелся. И, так сказать, не нанесся сильных каких-то тяжких тележных повреждений. Ну что сказать, победила... Семья Чертковых-Карапетян из Апрелевки Московской области обратилась к нам, находясь в кризисе трехлетнего брака. Пройдя четырехдневный эксперимент, пара должна принять решение. Разводиться им или продолжить жить вместе. Привет. Привет. Дай бублика. Ты знаешь, я приняла решение, что я останусь с этим мужчиной и попробую пожить счастливо, чтобы обо мне кто-то заботился и дал мне возможность почувствовать себя женщиной. В смысле вместе? Я вообще-то шел, думал, простить и не простить твою измену. Ты там *** налево и направо, а еще... А тебе не нужно *** думать. А тебе вообще ничего не нужно думать. Это бесполезно. Он не поменяется, а я не готова это терпеть. И то, что он упрекнул меня в измене, я считаю, что он сам подтолкнул меня к другому мужчине. Это однозначно. Я приняла решение. Ну все, это прикольно на самом деле. Первый раз у меня такое-то, что девушка в итоге ушла к тому, с кем эксперимент проводила. Ну в этом случае норм. Пусть она будет с мужиком. Да, значит, мальчиком. Да, просто, ребят, почему я листал? Ну реально, ну просто уже вода. Просто затяжное слишком какой-то. Затяжной финал. И плюс Федя устал. Да, и плюс Федя уже устал. На этом все. С вами был Федор, Евгений. Всем пока. Все, ребят, улыбок, добра и финансово благополучия. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Спасибо за просмотр. П-пока.